Оу! Сделано в RedBarn. Всем привет! Это рефакторинг. Здесь мы изучаем саморазвитие на примерах из IT. Сознание похоже на программу, у него тоже есть баги, легаси, техдолг и лаги на старом железе. И конечно, сознание нужно рефакторить. Это называется психотерапия. Меня зовут Влад Новиков, я продакт-менеджер из геймдева. В подкасте мы обсудим мышление и технологии. Генеральный спонсор сезона – Лига Ставок. Сидячая работа мешает не только подниматься по лестнице, но и решать интеллектуальные задачи. Узнаем, почему наш мозг зависит от мускулов, как работнику стола и клавиатуры внедрить в спорт свою жизнь, и как не забросить его после пары тренировок. Сегодня у меня в гостях Денис Продан, серийный тег-фаундер и продакт, чьи продукты удостаивались различных наград. Денис, привет! Привет! Денис, вот ты профессионально занимался футболом и потом перешел в IT. Расскажи нашим слушателям пути своего становления, как вообще у тебя этот процесс происходил. Ну, да, я не до конца стал профессиональным футболистом, мне все-таки мешали травмы, но где-то я поиграл. Переходил я довольно плавно, потому что я, будучи еще играли, там, не на самом высоком уровне, я уже тогда начинал строить IT-компанию, ну, или хотя бы работать в IT, изучать в том числе. Вот, и у меня, по сути, мои футбольные тренировки, это был своего рода спортзал, как у обычных людей, и по вечерам я там тренировался, у меня тогда не было двойных тренировок, где не были я одинарные, но это было там почти каждый день. Вот как-то у меня это было за место фитнеса. Затем я там травмировался, еще некоторые вещи произошли, что я бросил футбол, но при этом не бросил IT. И, собственно, перешел в IT, но при этом совершенно пропала всякая физическая нагрузка, потому что я, грубо говоря, наелся спорта на ближайшие несколько лет, как мне казалось тогда. Я практически вообще не занимался. Из-за этого у меня начали, собственно, болеть суставы, колени, мышцы не очень сильно, но, в общем, я так начал рассыпаться, потому что я сильно сбросил нагрузки. Ну, и тело еще было привыкшее к одному, количество нагрузок оно поменялось до минимума. Тут даже была такая вещь, что я продолжал есть количество калорий, как я делал, ел раньше, а я ел там их тысячами, да, то есть много очень, потому что не хватало. Я начал вес набирать. Ну, там не так, не 20 килограмм, но, наверное, за пару лет я там 10 килограмм, может быть, за три года набрал. И как-то в один момент у меня там еще всякие операции случились, в том числе и старые травмы вылезли. В общем, у меня был момент, что я мало двигался, потому что мне надо было лежать. Там я на глаза делал операцию, и там на спине еще, в общем, всякие мелкие такие. Из-за того, что... А, еще потом ковид, кстати, был тогда. Я тоже болел несколько раз, я тоже лежал. Ну, короче, хорошее было время, да. Много лежал. Много лежал, да. Куел хорошо, сметана там, вот это все, да, гопка там. Вот, и набрал я где-то... Короче, 95 килограмм начал весить, а мой игровой вес был там 77-82. Вот, и я думал так, ну, наверное, все-таки надо что-то с этим сделать. Понятно, что не мог двигаться, но... Начинал тренироваться, и начал тренироваться примерно с таким же усилием, как мой мозг думал, что я еще примерно в такой же форме. Я, в принципе, мог, но недолго. Я сильно меньше это мог делать. И сильно чаще стали появляться какие-то микротравмы. То есть, я там потяну что-нибудь, да, или где-нибудь... Где-нибудь чем-нибудь захрустнет так, что потом думаешь, наверное, больше не нужно это делать. Особенно колени мои очень сильно устали. То есть, еще такая история была. Я уже несколько лет закончил играть, да, где-то года два назад, наверное, или я не помню, когда это было, на самом деле. Очень начали колени болеть. Особенно права. Я думал, что я порвал себе кресты. Кресты — это крестообразные связки. На правой там их несколько штук есть. Я думал, что я там слева порвал себе. Пошел к врачу, как бы там рассказал симптомы, сказал, что-либо это мениск. Ну, я по своим ощущениям, так как я видел, как рвется... Как рвутся кресты и мениски, скажем так, в реальном времени в лайве очень близко. Мне очень приятно. Воочию. Здесь со звуком, да. У меня звука не было, к счастью. Но я думал, что я порвал себе кресты. Потому что у меня там дома была такая лестница, что мне нужно было вправо поворачивать колено каждый раз, когда поднимаешься наверх. Вот. И я как бы всегда напрягал. Ну, в принципе, так на самом деле люди неспортивные и рвут себе обычно кресты. Потому что у них там резкий поворот вправо происходит. Вот. В общем, с врачом мы подумали и решили сделать МРТ. Вот. И он мне сказал, что нет, все хорошо у меня. У меня крестов уже, наверное, лет пять как нет. Потому что они там заранцевались, порвались. И произошло это, скорее всего, даже я не особо заметил. Но я потом вспомнил, что когда это произошло, и вспомнил, как болело. Примерно было похоже на кресты. Это было в 17-м году я их порвал. Да, летом, скорее всего. А потом еще продолжил тренироваться через месяц. Я даже не совсем понял, что я их порвал. Просто, как мне сказали, что из-за того, что мышечный каркас был хороший, колено осталось, как это называется, правильно. Ну, то есть не повело его никуда. И до сих пор поэтому оно и держится, что мышцы его держат. И мне, типа, сказали, что больше нельзя никогда в жизни останавливаться с тренировками. То есть мне надо постоянно тренироваться. Я, ну, думаю, как раз перестал тренироваться. Точнее так, перед тем, как к нему пойти, я сильно много начал бегать. Начал прям быстро бегать и много. Начали болеть колени. Я как бы думал, ну, все, типа, наигрался. Я там в мениске или еще что-нибудь. Вот. Он мне сказал, зря я бросил, надо как бы продолжать. В итоге колени болели у меня просто с того, что воспаление было в них. Вот. Мне там прокололи уколы, и все стало хорошо. Ну, вот история такая, что после того, как ты много занимаешься спортом и бросаешь, тоже бывает плохо. Ну, это же все равно, так или иначе, тебя привело, помимо того, что были там операции и все прочее, тебя работа привела к тому, что оно образовал сидячий образ жизни, потому что ты возле компьютера постоянно что-то делаешь. Ну, это я еще и в детстве у меня был. Я много в игры играл и любил просто в компах поковыряться, там, даже условно моды поделать. Делал я для Сан-Андреаса моды в том числе. И просто копался в GTA IV в конфиг-файлах и всякие веселые вещи, чтобы машины быстрее ехали или, наоборот, медленнее. Ну, да, в общем, сидячий, чем я всегда был, но спорт это компенсировал, я как бы никогда не был там overweight, да, то есть я всегда был, в принципе, в относительной форме, даже когда не тренировался. А тут, да, тут у меня как бы сильно больше всего стало. Я даже купил себе стоячий стол и там сделал себе стоящее рабочее место. А, да, классно. Но не сказать, что это сильно... Нет, помогло, в принципе, но у меня просто поясница стала больше болеть вместо колен. У меня такой, знаешь, сезонный набеги на спортзал. Я на 2-3 месяца прихожу, вот, из... Купив аминемент на год, да? Ну, обычно на полгода, да, покупается. Я вот, вот у меня всегда такое, я 3-4 месяца хожу. Обычно это 3 месяца, потому что у меня тело достаточно быстро адаптируется к физическим нагрузкам и меняется достаточно быстро. Я прихожу, я там худой, как ветка, потом через 3 месяца я там как Аполлон выгляжу, такой, ну все, мне достаточно. Ты точно больше ничего не используешь? Обычно через 3 месяца люди хорошо выглядят после... Нет, 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 там у меня история такая, что я начинаю вот пищевые добавки, это вот я гейнер кушаю, и... Ну, у меня просто набор веса. Я бы не стал кушать гейнер, ты просто можешь купить сахар и протеин и мешать их. Да, бебелок, да, просто кушать, да. Я без шуток тебе говорю, что гейнер это просто сахар. Да, я, ну, оно так и есть, да. Вот, и этот, креатин пил. О, да, креатин постоянно пил. Курсом креатин, воду задерживает из-за того, что он типа... Типа выглядишь больше. Да, он тебя просто из-за того, что ты много воды пьешь, у тебя вода в мышце задерживается, а ты быстрее вот форму набираешь. Я такой, все, я теперь красивый, можно не ходить. И вот я так периодически хожу. Это когда я его бросаю в пить, замечал, что ты сильно меньше становишься. Я просто сейчас, вот у меня только что закончился закорд креатина, и я думаю, нифига себе, как я быстро ходил, а скорее всего, это просто вода. Вода просто выходит, да. Слушай, ну, у меня всегда прием креатина завершался вместе с тренировками, поэтому, да, у меня там прямая взаимосвязь была. Вот, но у меня это вот очень сезонный имеет характер. Я редко, когда поддерживаю прям на долгий период, потому что всегда находится что-то, что в моей голове меня убеждает, что, ну, это весомая причина, чтобы уже не ходить, да. Вот как ты с этим справляешься? У тебя есть какое-то такое, что ты долго занимаешься прям? Ну, опять же, тут небольшая деформация профессиональная. У меня было столько спорта, что я как бы сейчас не смотрю и не играю в футбол уже несколько лет. Прям меня тошнит от него буквально. Потому что просто небольшое отлюбление, что игра в футбол это не просто там тренировки. Это большое количество часов просмотров своих игр и игр противника, где вы часами смотрите и говорите, что там, ну, точнее, не вы говорите, тренер говорит, что почему вы тут плохо сыграли, и как они играют, и где они плохо играют. Это вот типа на репите бесконечный футбол, то есть там, когда были чемпионаты мира, а я играл, я порой не смотрел их, потому что я уже не вывозил столько футбола, меня прям реально воротило от него. Да, вот из-за этой деформации я бросил спорт там на довольно большое время, ну, минимум года на полтора прям вообще ничего почти не делал, пока не набрал вес. Но потом понял, что надо возвращаться, и в целом я понял, что когда ты занимаешься, ты чувствуешься намного лучше, прям у меня реально, то есть все болело, все мышцы, суставы, а когда я начинал заниматься, там, больше чем один раз, да, условно, там. Несколько недель хотя бы, я понимал, что если я чувствую лучше, и суставы меньше болят, и в целом как-то настроение как бы... Улучшается. Среднее настроение недельное, условно, да, там, или месячное, оно прям сильно лучше, и у тебя больше энергии делать чего-то даже там с утра. Я понял, что надо, короче, вернуть тренировки, но была другая деформация. Мне мало обычного, там, знаешь, типа, как и в обычных людей, там, 2-3 раза в неделю пойти в спортзал там чуть-чуть, или там, чуть-чуть пробежаться. Мне нужно бежать там, типа, ну, минимум в день, там, по 7-10 километров, причем каждый день. Я прям реально порой бегаю, вот сейчас вроде пробежал 10, немножечко даже подустал. Думаю, сейчас завтра точно отдохну. Немножечко подустал, и сейчас половина слушателей, ну, да, 10 немножко подустал. Ну, слушай, на фоне бегунов, там, более-менее, даже непрофессиональных средних, я так, типа, чуть-чуть лучше среднего я бегаю. Я, типа, бегу, ну, не знаю, вдруг тут слушатели, конечно, будут знать хороший пейс, но, короче, пейс на километр у меня где-то 5-5.30, который там не сильно напряженный. А прям вообще не напряженный, это 6. То есть я могу там бежать, разговаривать, телефон смотреть порой, ну, то есть надо. 6 минут за километр, это, типа, норм. Я не знаю, знаете ли вы про пейс, но это такой неплохой пейс, но это не марафонский, как сказать, не, ладно, может быть, марафонский, но не рекордсменов, да, то есть я там даже из трех часов не выбежу, не выбегу марафон с таким пейсом. Марафон из трех часов, так это 4.50, 4.30 надо бежать. Я с таким пейсом тоже бегаю, но я бегаю там, не знаю, километров 5-6-7 максимум. То есть я там пока... Я очень медленно бегаю. У меня максимум, который я бегал, у меня тоже был какой-то бум на то, что я бегал там чуть ли не каждый день. Ну, я трешки обычно бегал, и вот иногда на пятерки замахивался, пятерки бегал. И один раз я пробежал 10 километров, но я умер там прям все разы. Но это было, знаешь, у меня есть такое, открывается бесконечное дыхание на мотивацию. Ну, один раз. Нет, оно вот ты прям, ну, у меня вот я на мотивацию могу что-то делать очень долго, потому что я такой, ну, типа, а что я? Разве я не могу? Я вот сам себе доказываю, что, ну, если я сам себя замотивирую достаточно, то физическая усталость организма, она, типа, не котируется. То есть, ну, я же не падаю сейчас. Пока что? Да, нет такого, что я сейчас в обморок упаду. То есть, ну, да, мне тяжело, я устал, я не хочу дальше бежать. Я пробежал 5, я уже устал. И я такой, еще 5. Я вот еще 5 на мотивации бегу. Ты знаешь, какой момент? У меня тоже такое бывало, когда я был не в форме, либо после там споры, когда начинались спортивные. Вначале было очень тяжело. Сейчас я понимаю, что, типа, я пробегаю 5-7, и я понимаю, что я хочу еще именно ментально, скорее всего, мне прям нравится бегать. Большинству людей, наверное, скорее всего, не нравится бегать. Ну, там эндорфины выделяются. Я прям, блин, я даже когда 10 пробегаю, я понимаю, что у меня завтра такой какой-нибудь день важный, и мне нужно отдохнуть. Я как бы себя уже останавливаю, что нельзя дальше бежать. Типа надо... Потому что завтра ты будешь не очень себя, возможно, чувствовать. Хотя на следующий день у меня мышцы не болят. Физически, может, устал сказать. Ну, это опять же, видишь, что-то, не знаю, не очень делевантный кейс, мне кажется, мой. Я просто, ну, еще есть... Мышечной памяти, на самом деле, как говорят, исследования нет, но есть... Все-таки взаимосвязь есть с предыдущими твоими какими-то достижениями, скажем так, спортивными. Я очень быстро в форму прихожу, и как бы довольно легко мне удержать после того, как я там долго что-то не делаю. Там вес терять тоже довольно быстро, без напряга. Вот. И как бы я сейчас... Ну, ладно, я на самом деле полгода уже бегаю. Да, полгода бегаю, нормально так. В общем, к чему это все? Я, собственно, эти полгода бегаю и понимаю, что мне мало бегать там через день. Мне надо каждый день. И у меня такое начинает мышцы болеть там, знаешь, типа на третий-четвертый день каждодневного бега там по 5-10 километров в среднем, да. И я теперь... Раньше не понимал, теперь начинаю понимать маньяков, которые любят бегать марафоны и там какими-то триатлоны или айронмены. Я раньше думал, блин, вам не жалко свои ноги там или суставы или вообще в целом вас. А сейчас я понимаю, что форма лучше становится с каждым разом. И я понимаю, блин, надо все больше и больше бегать. А я смотрю, что я там уже бегаю час-полтора. И типа, блин, у меня столько времени в дне нет, чтобы там бежать, типа... Ну, ты бегаешь, чтобы себе что-то доказать. Я бегаю, чтобы хоть что-то почувствовать. Мы не одинаковые, да. Да, типа того. Ну, то есть я там одно время думаю, ладно, пробую пейс просто поулучшать. То есть я там как-то сразу с первого раза за 49 минут 10 километров прибежал. Это типа неплохой пейс для среднего такого бегуна. Среднего бегуна, я имею в виду, который там уже бегает, ну, наверное, как я. Я там чуть-чуть, возможно, повыше среднего. Просто для людей, которые прям упарываются триатлонами и марафонами, это, возможно, у них разговорный поезд будет, вот этот 49-минутный. То есть где они там будут еще на птичек разглядывать. Это за 10 километров, да? Да. Ну, я знаю, люди за три там и меньше бегут, естественно. У меня там, по-моему, за 70 минут выходило. 65, наверное. Это 10 километров, да? Да, да. Получается у тебя... Ну, да, надо смотреть пейс. Там еще, знаешь, проблема какая бывает, если ты просто так бегал, GPS плохо ловит, и он там у тебя скачет. Ты можешь либо быстрее, либо, наоборот, медленнее. А я не по GPS. У нас, опять же, на срочке это бегал. Там круг определен по длине, поэтому там, ну, типа... Я просто круги считал. Там не нужно трекать, оно все посчитано до сантиметра. Мануально все понятно. Да, да, да. Как спорт становится технологичным и какие цифровые продукты меняют правила игры, поговорим в партнерской рубрике «Ставка сыграла». Мы делаем ее вместе с Лигой ставок. По итогам 2021 года объем рынка программ для спортивной аналитики достиг 2,5 миллиардов долларов. Сумма внушительная, и с каждым годом цифры увеличиваются. Стремительный рост в том числе связан с технологиями. Много данных получают и обрабатывают с помощью искусственного интеллекта, а также машинного обучения, робототехники и датчиков. Самые известные зарубежные продукты для сбора аналитики – ProZone, который используют в английском футболе, OptoPro, Instat, VoiceCout и Vaz, создающие интерактивные отчеты по видеозаписям матчей. С 2023 года для российской премьеры лиги статистику представляет платформа в спорте. Руководитель платформы Александр Куршаков заявил, что кроме сухих цифр во в спорте добавили контекстную аналитику. Например, любой показатель игрока сразу обрастает сравнительными подробностями на фоне партнеров по команде, конкурентов или вообще всех футболистов российской премьер-лиги. Сервис можно настроить под манеру работы и запросы каждого конкретного клуба. За этот плюс в спорте уже высоко оценили профессионалы, например, Максим Кронфельд из научно-аналитического отдела футбольного клуба Краснодар. Хотите развивать российские спортивные технологии? Присоединяйтесь к команде Лиги Ставок. Это федеральная финтехкомпания, которая ведет букмекерский бизнес, поддерживает национальный спорт и развивает сферу спортивных развлечений. Каждый день команда Лиги Ставок меняет мир беттинга и бизнеса и делает спорт технологичнее. В Лиге Ставок вы будете работать над интересным и сложным продуктом. Команда настраивает маркетинговые механики и непрерывно работает с клиентской базой, глубоко погружаясь в данные и CJM аналитику. Узнайте больше о карьере в Лиге Ставок по ссылкам в описании к этому выпуску. Как начать, если ты очень сильно не хочешь, но знаешь, что вот нужно? Вот замотивируй меня. Вот я сейчас знаю, что мне нужно, потому что уже и вес начал что-то подводить мне, начал вверх. Ты же хотел наоборот. Так у меня, вот история моей жизни, это вот 30 лет моей жизни я пытаюсь набрать вес. Скуфология началась, да? Да-да-да, 30 лет моей жизни я пытаюсь набрать вес, и я вот, ну, когда начинаю заниматься, вес идет. И я вот в какой-то момент... До 30, да? Да, до 30. И я вот последний раз, когда занимался, я вот набрал 84 килограмма я весил. Какой взял рост? 193. А, это же выше меня. Ну, вот я, да, не то, что, да, там суперкачок какой-то выглядит, да. Ну, типа, мне нравилось, мне было достаточно. Я вот до 84 килограмм дошел, и все. И я перестал заниматься, вес начал падать. До 79, по-моему, он опять снизился, или до 80. А потом в какой-то момент, уже после 30, вот мне день рождения отпраздновал, прошло пару месяцев, и я такой, типа, на весе стою, 81, я такой, опа, а я же не занимаюсь, занимаюсь, и креатин не пью, а ты почему, ты почему вверх идешь? У меня тоже была проблема с тем, чтобы начать, ну, и в целом, я думаю, как у всех, не обязательно быть для этого суперспортсменом. Даже не то, чтобы начать, а долго, долго это делать. Да, поддерживать это. Особенно в спорте ты результат не видишь, там, даже не то, что в ближайшую неделю, да, ты в месяц можешь результат особо не видеть. Да. Я, короче, начинал, без шуток, применил, в принципе, принцип MVP. Я начинал прям вот с йоги и с бега вот просто хотя бы что-то сделать. Я у меня ложился на коврик, то есть у меня инвентаря было много, в принципе, из-за моего прошлого, да, и дорожка даже беговая была такая прям большая, ну, прям как в зале стоит, такая серьезная. Там можно было даже это регулировать, как у наклона и все остальное, да. Я на ней не бегал, да, очень долго. Несколько лет она просто так стояла. Так вот, я начинал по принципам MVP. Вот хотя бы 30 секунд или минуту что-нибудь поделая на этом коврике, там, сделая минимальное количество движений. То же самое касалось, там, бега, пойди, хотя бы там... Хотя бы 15 километров. Не, ну, не, тогда я еще, я тоже был вне формы, ну, хотя бы там, ну, километр. Да, я 500 было слишком мало, говорю, хотя бы километр пробеги. И мне тогда было даже тяжело так километр бежать. Я помню, ну, дыхалка уже как бы была совсем не очень. И вот по такому принципу я заставлял себя, там, если не каждый день, то через день. Ну, ягу я заставлял себя каждый день делать, и в спортал ходить тоже, там, практически, там, через день. Ну, какой-то самый минимум делать, потому что потом организм как бы начинал потихоньку адаптироваться к нагрузкам. И сон там, на самом деле, начал налаживаться, потому что больше энергии тратилось. Ну, да, усталости больше копилось. Да, и ты засыпал попроще. То есть у меня еще проблемы с засыпанием были. И, в общем, вот по этому принципу MVP и по принципу заставления себя просто ради галочки... Кстати, я завел... Ну, у меня и до этого были, у меня приложение, где ты ставишь галочки. Сделал ли ты сегодня это действие или нет? Легкая геймификация в жизни. Да, да. Ну, у меня даже, я ставил... У меня, короче, на самом деле с геймификацией приложение 7, наверное, стоит, но я пользуюсь только одним. Я очень жду, когда дойдут технологии, когда вот геймификацию в жизни, наверное, настолько, что она прям, ну, знаешь, как на экране будет отображаться у тебя. Ну, как очки у меня-то новые, которые вышли. Да, 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 да. Там, мне кажется, это будет, в принципе, причем довольно быстро можно, в принципе, это сделать, потому что... Ну, да, я думаю, да, у них уже прям такие... Жду, жду, молюсь и жду. Ну, вот, в общем, ну, там, да, там, к сожалению, надо самому, там надо быть геймдовым сидеть самому, прописывать, что ты хочешь делать, как часто ты это хочешь делать. Я говорю, я готов уже, уже готов делать, но пока еще технология не дошла, чтобы вот прям интегрировать. Ну, вот, я, в общем, ставил галочки, то есть у меня там поставило, что минимум надо 4 раза в день бегать. У меня там даже data science был небольшой. У меня там были, была графа, то есть если я там делал 4 раза в неделю, то у меня как бы неделя шла в плюс. И у меня там такие графики были, роста активности, ну, вообще в целом, любых привычек, которые я делал. Прогрессии и всего прочего, да. Да, и там ты как бы... Почему я это вообще все делал? Смотря на нее, ты думаешь, блин, уже как бы ты столько поднял, будет стремно все это обратно вниз спустить. Потому что как-то в один момент у меня все хорошо было, я как бы наверх все поднял, но потом я там заболел и операцией были, я физически не мог это делать, у меня там все прям в ноль буквально ушло. И было обидно немного. А тут когда ты вроде здоровый и все хорошо, и ты как бы опять берешь, что все бросаешь. Да, терять прогрессию не особо хочется. Да, я как бы... Вот сейчас у меня на самом деле вот последнюю неделю я ставил 4 раза в неделю минимум бегать. Сейчас в последнюю неделю у меня из-за огромного количества работы я там 3 бегаю. У меня как бы... Я вроде дофига бегаю, да, но у меня вниз идет, потому что надо... У меня по настройкам стоит, что на 4 раза в неделю бегать. То есть у меня там было что-то где-то 85% эффективности, да, стало там 80%. Пришлось плод менять, да? Пришлось, да, созвоны делать новый, да, с кем-нибудь. Ну, нет. Чтобы график не был вниз, пришлось переписать код подсчета. Нет, как обычно делают в кавычках хорошие продукты, мы меняем метрики, которые мы теперь пересмотрим. Эти метрики уже не актуальны. Не актуальны, но они не растут, в принципе, человек смотрит, да. Они даже более того не падают. Да. Что еще хуже. Да. Вот в общем принцип MVP, он прям очень хорошо работает, потому что я прям сначала... Да, кстати, надо не сразу все подряд типа там свой идеальный день выстраивать, что типа я там теперь сегодня суперчеловек, я сегодня бегаю, питаюсь правильно, занимаюсь там час йогой, потом иду в спортзал, потом работаю 8 часов дип-фокуса, меня никто не трогает, я там релизию каждую неделю, ну, короче... Спринты по два дня. Да, да, да. Псевдо вот эти вот видосы на Ютубе, в принципе, можно назвать их... Успешно-успешно. Да, я встаю в 2 часа утра, чтобы успеть все сделать, там, и сплю 15 минут в час, там, да, или что-нибудь такое, на которое... Это большая проблема сверхпродуктивности. У Ника Чернобаева на Ютубе есть очень хорошее видео про это, он прям исследование делал, там больше часа видео идет, прям, ну, вот он эту тему суперпродуктивности и того, что это прям сейчас не в ту сторону начало влиять, он на это очень сильно хороший разбудок. В английском Ютубе есть термин даже поэтому, как-то она называется, ну, я не помню его, но короче, что это harmful, типа, вредная продуктивность, да, и тем более то, что ее пропихивают везде, что я там встаю в 3.30, и там уже, короче, за... К 7 часам я уже делаю больше, чем ты за неделю, там, условно, да. Да, да, да. Вот. И, кстати, на самом деле, они большинство так и не живут, потому что не особо... Есть, конечно, не чувак Брайан Джонсон, не знаю, знаешь, что такое Брайан Джонсон. Так, это тот, который миллиардер хочет жить вечно, нет? Ну, он не миллиардер, давай, не будем его обзывать, да. У него где-то 300 миллионов, он как Венман делал. Ну, да, ну, который такой... Он правильно питается, у него куча врачей, он виталины принимает. Да, 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 он не то, чтобы хочет вечно жить, он хочет... Ну, он хочет продлить, да, молодость как можно дальше. Молодость, да, чтобы там 80 чувствовать, как он сейчас себя чувствует. Вот. Он, в принципе, неплохой подход у него. Я не к сну, а в целом, то, что у него хотя бы подтверждено исследование, да, и своими какими-то опытами, у него же там целая банда этих врачей. Ну, да, 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 он же там очень плотно прям к этому приходит. Да, есть, у него там есть blueprint, называется, это его типа, как это назвать, спритшит того, что стоит по минимуму хотя бы делать. Вот я по нему как бы уже годов, сколько, два, наверное, я по нему там пытаюсь, пытаюсь жить по нему, в общем. Ну, не жить по нему, а как-то добавлять, добавлять. И это реально неплохо прям работает. Там понятно, что нужен все-таки какой-то капитал, ну, и без капитала там, в принципе, можно там не упорываться, как он, да, то есть он там, он сейчас не ест за 9 часов до сна. Ну, не обязательно, я думаю, вам так делать, но хотя бы там... Витамин D ты от солнца можешь получить, да, ну, выйди на улицу, просто руки раскинь к небу. Ну, кстати, знаешь, нет, исследование показывает, что через кожу ты там практически ничего не получаешь. Рот открывает. Да, вот может, сказать, через рот побольше получит. Вот. Ну, в общем, к чему это все, что... Поэтому blueprint-у можно хотя бы там немножко поправить себе и питание, и добавки какие-нибудь принимать, которые надо. Тоже будет такая база. Причем оно все доступно бесплатно, он там сам все это выкладывает. И это я тоже, в принципе, рекомендую всем. Я тут недавно в университете одном был там ментором. Вот я детям... Ну, это первокурсники были. Я вот начал втирать про Брайана Джонсона. Мне кажется, они... Они тоже подумали, что это какой-то сумасшедший старый скуф Дракула, который хочет жить вечно там. Вот, ну, не знаю. Через пару лет посмотрим. Посмотрим, да. Некоторые были заинтересованы. Когда они вырастут, а он будет выглядеть так же, как они в два сентября. Ну, и я им еще, типа, порекендовал там трекать свои... То есть, свою жизнь в прямом смысле. То есть, там, сон свой трекать, купить хотя бы элементарный этот, как он называется, Xiaomi Mi Band. Вот у меня Mi Band, да. Вот я, кстати, перешел с часов на Mi Band, потому что в часах спать невозможно, ну, неудобно. Да и в Mi Band, в принципе, тоже неудобно, но уже лучше, чем часы. Нет, у меня не Mi Band, у меня Mi Fit. И я их взял по одной единственной причине. Они тоже трекают сон нормально. Это браслет тоже, да? Часы. А часы. Я в часах сплю, да. У них суть в том, что заряда хватает на 40 дней. То есть, я вот... Подожди, как у тебя хватает? У меня в Mi Band не хватает, а он меньше. Вот. Они сразу позиционировали, как часы, которые вот очень долго держат заряд. Но я тебе говорю, вот я заряжаю. Один раз я зарядил, и ты про них вообще забываешь. Ты носишь, как обычные часы, когда вот в какой-то из дней они не пропипикают, что у них маленький заряд. Ты на час ставишь, они за час заряжаются до сотки, и ты опять там месяц ходишь спокойно. Прикольно. Вроде как, я объяснил, что начать по чуть-чуть и пытаться, когда у тебя хотя бы как-то... Ты понимаешь, что хоть как-то это похоже на привычку, что ты не бросаешь ее. Или знаешь, когда ты просыпаешься и автоматом начинаешь собираться, допустим, побегать, да, или там вечером, да. Вот у меня, например, сейчас так. Я думаю, ага, так я сегодня побегал. Причем это не потому, что я там заставляю себя, просто мне как бы что-то щелкает. Тогда можно попробовать следующее уже добавлять. Там, например, не знаю, в спортзал ходить 3-4 дня в неделю, да, или там... Просто в спортзал ходить тоже... Вот мне, например, тяжело. Во-первых, туда идти надо, но это ладно. Второе тут, когда бег и еще потом силовые тяжести, прям все, тело устает, и ты вроде как спорт дает больше энергии, но когда еще добавляются физические нагрузки, силовые нагрузки, тогда тяжелее становится. У меня прям, я чувствую, что порой не хватает. Я прям больше сплю и ватный, даже когда посплю там часов 9. Мне бегать вообще никак не нравится. Вот у меня больше тяжелой физической нагрузки. Вот когда в зал хожу, вот у меня тоже 3 раза я хожу в зал в течение недели на разные группы мышц. То есть, ну, базово спина, грудь, ноги разделение, и ты там добиваешься что-то, что тебе нужно. Фуллбади. Короче, ну, фуллбади получается. Фуллбади... Нет, фуллбади это когда ты в одну тренировку все укладываешь. А ты не так? А я нет. Это у меня вот понедельник у меня день спины, среда день груди, и пятница день ног. Самый нелюбимый день ног, да. Ну, не знаю. Опять может быть деформация, но мне норм. Типа... Все люди не любят день ног, да, но мне норм. Я не люблю день ног, потому что на спину, на грудь, на руки, когда делаешь упражнения, ты чувствуешь, что ты берешь тяжелый вес, тебе тяжело с ним работать, и ты устаешь. И ты такой, окей. На ноги, вот я там жим делаю 250. Я такой, ну, вроде делаю. Докинул еще 270 делаю. И все равно делаю, да. И вот на ногах у меня бывает момент, что из-за того, что ноги больше вес... Более выносливые. Да, более выносливые они как-то, а организм нет. И я такой четыре упражнения сделал, смотрю, у меня голова кружится, такой, так, пойду конфетку сладко скушать, что-то сахар упал. То есть вот такое. Ну, и кровь можешь просто... Хотя ты, по идее, же вверх толкаешь, или ты как делаешь? Нет, я вот типа жим поделал, такой, ну, вроде нормально. Начинаю там микро забивать или присед делать, и такой, оп. То есть уже, да, ориентация тела уже не такая, но вот из-за того, что больше вес я беру вот на ноги делаю, чем на все остальное тело. Организм как-то сахар очень быстро употребляет, такой, все, гемоглогимин упал, давай, кушай конфету. Ну, ладно, я вспомнил присед, я присед просто не делаю, потому что он сильно дамажит суставы. И я вспоминаю, что да, хорошо, присед я не люблю тоже. Мне кажется, вообще мало кто любит. Да. У меня еще просто такая история была. Я, конечно, не Давидович, но я приседал где-то 300-400 раз в детстве. Мне кажется, я просто, ну, я не знаю, чем я доделал, но у меня ноги позволяли тогда, когда я футбол играл. Ну, в детстве вообще все позволяет организм, потому что останавливается там очень быстро. Да, ну, мне там что-то было лет 12, может быть. Я помню, что мы с кем-то поспорили, я там как раз что-то около 400 дней. И это было правда, я не Давидович еще раз говорю. Да я, правда, столько присел, но у меня ноги охренели, естественно. И, ну, несколько раз у меня так получалось делать. Мне кажется, я, может быть, тогда наелся еще, потому что у меня как бы, ну, норм. Ну, присед вообще, да, мне тоже он не особо нравится. Я вот люблю вот упражнения, которые на жим ногами, на икры. То есть, то, что ты в зафиксированном в каком-то положении, и тебе не надо вот самому балансировку вот эту держать, как на приседе. То есть, я в основном на этих, на механизмах, на разных делах. Я вот люблю на одной ноге, например. Хотя, казалось бы, это сложнее, но мне там как-то больше интереснее на одной ноге поприседать. А ты с челленджем дай, чтобы стоял над головой. С щитом, да, с щитом. Не, ну, на одной ноге мне прям, я с весом приседаю, там, я брал, видите, какие-нибудь гантели, и мне прям, это было норм. И на одной ноге там. А так... Это вот, когда ногу на лавочку закидываешь, да, и с одной приседаешь? Нет, просто на полу стоишь, и там, короче, не знаю, я, конечно, тут не покажу позу, но, короче, вот так вот примерно, понял? А, ну, я понял, да. Либо потом можно прям реально на одной ноге, то есть, без балансира на второй. Это было норм. Так, да, наверное, не приседать, в общем, ничего хорошего в этом особо нет. Как ты думаешь, вот мы, да, про пользу для здоровья, ну, тут понятно. То есть, прямая польза для здоровья, если не, там, не переусердствовать и делать все в рамках там, правильного выполнения упражнений, что, кстати, вот, возвращаясь к теме тренеров, очень сильно влияет, потому что я все время занимался без тренера, у меня было, что я на две недели себе взял или на месяц, я с тренером занимался, и вот, казалось бы, я делал упражнения вот прям хорошо-хорошо, но он такой, это вот локоточки, на полградуса вот сюда вперед делаешь, и ты совершенно по-другому ощущаешь, есть такое. Я такой, блин, вот это очень круто. Поэтому, если есть возможность хотя бы какое-то время те упражнения, которые ты делаешь на постоянной основе, проходить с тренером, чтобы он тебе технику доточил, то лучше походить. Это правда, даже в моем случае, я уже, будучи там спортсменом, который у нас были тренеры и в клубах, да, всякие, но я нанимал так тренера себе, и я сильно лучше рос мышечно, то есть, я прям эффективнее рос. И, хотя вроде я знал, как это и правильно делать, и что делать, но тренер, это еще как плюс дисциплина, то, что ты за него платишь, и тебе лучше, наверное, ходить в спортзал, потому что у тебя тренировки загорают. Это как с абонементом, ты такой, ну, что ж, кажется, я проиграл. А он тебе еще сам пишет, типа, там у нас сегодня-завтра еще когда тренируешься. Нужно придумать отмазку, почему ты не хочешь прийти сегодня. Вот, и тренер, прям это, прям большой буст. Вот у меня отец сейчас с тренером занимается, и он говорит, что я ему порой плачу за то, чтобы просто я туда ходил, потому что он как бы даже там... Мотивирует, да. Да, понятно, что там лучше занимаешься, но сам факт того, что у тебя есть дополнительный толчок, за который ты еще денег дал, как бы, мне кажется, это помогает. Ну да, то есть, тут такое, если достаточно самому, просто для поддержания, мне кажется, вполне хорошо самому. То есть, не упарываться там по весам, не упарываться по суперкрутой технике, чтобы у тебя все суперчетко было, просто для физического поддержания хорошо. А если вот хочешь именно там нарастить или прокачаться как-то правильно, то с тренером прям суперхорошо будет. И вот, кстати, если провисаю еще, как бы не стоит... Даже если ты можешь пожать много, это не значит, что это как бы стоит тебе это делать. То есть, лучше взять меньше вес, но делать медленные по технике, и тогда ты поймешь, что как бы скорее всего у тебя мышцы не очень хорошо развиты, потому что я, например, порезал вес два раза, на гантелях, например, на жиме, и стал делать правильно и по технике, и у меня прям все трястись начало. Ну, я прям последние разы у меня там уже весь трясусь, но потом я вижу, что как бы эффект даже визуальный быстрее появляется. Тут на самом деле исследований много на эту тему есть. Есть ребята, которые делают с очень большими весами, но плохо по технике. Практически без техники. Да, практически без техники, когда они там делают на гантели, они прям гантели закидывают, знаешь, с рывком. С коленкой, да, практически. Да, практически так, но берут там по 70 килограмм на гантелю, когда ты, ну, в реальности там пятнашку берешь и работаешь с ней, и устаешь условно. Вот. И я настолько много разных исследований смотрел, и ребят много смотрел. У каждого свое мнение, и я вот придерживаюсь, наверное, того, что попробовать разные вещи, и вот то, что работает с тобой, что меньше дамажит твой организм и больше его прокачивает, вот то твое. Потому что у меня, я точно делаю с малоповторкой, то есть я 10, ну, 4 подхода по 10 раз максимум, 8-10. Даже не сказать, что малоповторка. Малоповторка теперь это там 4-5 раз больше веса. Нет, это 4-5 раз это вот прям, когда бодибилдеры, да, вот они с очень большими весами, они вот на очень маленькие повторения. У меня вот, я вот такое себе выработал, то есть это то, от чего я больше всего ощущаю. И я работаю где-то 75-80% от максимального веса. То есть я там могу пожать 80, да, максимального веса, там 90 килограмм от груди. И работаю тогда, ну, вот 70 я беру. То есть я постепенно дохожу к 70, беру там 50-60-70, последний с 70 и последний, все, типа, завершающий. Ну, у меня, знаешь, как я, короче, даже не к весу гонюсь, я стараюсь именно по технике и понять, что я толкаю, например, когда жму, что я толкаю грудью больше, чем толкаю руками. И прям низ, ну, у меня, например, низ груди там отстает от других. Я, короче, стараюсь толкать низом груди, то есть побольше, не знаю. Есть, конечно, мнение и, по-моему, даже исследование, что ощущение мышц, в кавычках, да, когда ты что-то делаешь, не показатель того, что ты ими работаешь как следует, да, ты просто как бы, ну, может быть, это, конечно, плацебо какое-то, но мне реально после этого легче становится. То есть как будто бы мышца прокачивается и как бы дальше становится чуть полегче. То есть я именно фокусируюсь на вес. На вес я вообще перестал смотреть последние несколько лет. То есть раньше я там, да, тоже постоянно его накидывал, надо же расти там и все такое. Сейчас мне вообще пофиг. Я просто беру то, что я понимаю, что я смогу медленно и плавно сделать. Правильно, да. Я порой даже не смотрю, сколько там. Вот поэтому, знаешь, там спрашиваю, сколько ты жмешь? Я тут понятия не имею. Ну, то есть... Две зубочистки. Две. Ну, если надо будет, да, придется. Зато так правильно. Да, вот. И, ну, присед я не делаю и не толкай, и тяг, и станово я не делаю. Короче, из базовых я делаю только жим. Угу. Я тоже станово убрал, потому что, ну, спине тяжко вкателем он стал, и я такой, лучше буду что-то такое более лайтовое, что-нибудь не так спину ушатывать. Ну, по сути, по сути, не вредно это только жим. Как по ходу показывают исследования, что все остальное слишком сильно нагрузка большая. Вот. Ну, в общем, я даже общался там, скажем так, с людьми, которые любят ходить в аптеку. Вот. Они тоже говорили, что лучше медленно поделай. Даже там когда... И ты поймешь, что как бы нифига ты эти веса еще не можешь делать. Угу. Или там даже когда-то просто отжимаешься, да, если ты говоришь, что у тебя мало отжиматься, ты там берешь себе портфель. Я раньше только брал портфель там с грузом каким-то еще. Они потом показали, что нет, вот так вот сделай там, да, и типа поймешь, что ты еще... Ну, да, если тебе не нужно там мистер Олимпий становиться, да. Ну, да, как 99,9% людей, да. Да. То лучше там не перегибать с весами, просто чтобы поддерживать форму именно в плане физического здоровья. И форму не надо юзать тоже. Никогда, если вы не спортсмен, выступающий, в принципе. Да, советуем, да, советуем. Не стоит. Слушай, если вот подумать в спорт в разрезе того, как он влияет на наше мышление и помогает ли он в работе. Потому что, ну, у меня, я точно уверен, что если я не занимаюсь спортом, то я очень много думаю, очень много рабочих моментов в голове копится, там, личных каких-то переживаний. И когда я иду в зал, вот я в наушниках, включаю там что-то пожестче, что будет очень сильно кричать в уши. Доля, например, да. Кого? Доля, например, да, Лариса. Например, да. Вот. То голова чистится очень сильно, и в работе это очень сильно помогало. То есть, я успевал переключить голову, там, час-полтора, пока я в зале, я ни о чем не думаю. И вечер, когда я уже вот тренировался, я тоже стараюсь про работу не думать. То есть, спорт сильно помогал. Как у тебя это вообще влияет на именно рабочую какую-то твою сферу? Даже больше. Я порой это использовал как терапию. Я и терапию использовал, да, психолога. И терапию как спорт использовал, и спорт как терапия. Да. Это реально помогает. То есть, когда у меня там был супертяжелый момент и в бизнесе, и в жизни, и вообще везде, короче, было прям не айс. И с деньгами тоже было не айс. Классический мужской надлом жизни. Да, да, да. Когда мужики говорят, что все хорошо, а потом сидят в такой позе 10 часов. А потом сидит посередине озера застывшего, смотрит в лунку. Да, да. Вот. Даже там с деньгами, когда было все довольно плохо, я все равно старался найти деньги на терапию. Но когда у меня не было на терапию каждый день, условно, да, или там несколько раз в неделю, там, может быть, раз-два. Я начинал прям усиленно заниматься, прям суперусиленно. И, видимо, химия работает. Просто позволяла элементарно лучше себя чувствовать и переставать думать о каких-то насущных проемах. А начинал думать скорее о решениях, что сделать бы или предпринять. И в целом, с работой, вот, например, сейчас, что я так начал много еще заниматься, я стал, во-первых, более продуктивен и более пунктуален. То есть, потому что я знаю, что мне нужно тренироваться. И в работе у меня примерно то же самое, как бы ты этого было, но потом у меня слетело все. Сильно помогло с пунктуальностью, с продуктивностью. Элементарно просто потому, что у тебя энергии больше. Ну, и бегаешь, когда много, ты даже после бега, я порой, у тебя там кортизол выделяется, я порой иду опять работать, хотя бегаю. Ну, когда было лето, я бегал по вечерам, потому что слишком жарко было, когда солнце уже садилось. А по вечерам это там вплоть в 10-11 вечера, и даже там я как-то один раз побегал до пол первого, но это не очень был экспириенс, потому что потом я не мог уснуть. Ну, просто было и жарко, во-первых. То есть, даже в пол первого было и там 30, наверное, градусов было. Тут такие... Лето. Лето такие, да, были. Вот. И я понимал, что энергии столько, что можно еще отбегать 10 километров и еще поработать. И причем продуктивно поработать. И на следующий день, в принципе, то же самое. Вот. Поэтому, мне кажется, это... Ну, может банально прозвучит, но мне кажется, это реально всем нужно попробовать нормально позаниматься так, хотя бы месяц, даже через силу. И мне кажется, можно будет почувствовать эффект того, что... Ага, походу, чуть легче стало жить в целом, и настроение получше. И я просыпаюсь неубитый, и засыпаю раньше. Особенно, если проблемы со сном есть. Ну, хотя мне сейчас... Мне сейчас и 15 километров со сном не помогают. Не знаю, сколько мне набежать, чтобы умирать. Не, ну, в целом так, если брать в разрезе среднего человека, да, то спорт все равно сильно помогает и со сном, потому что, ну, все равно ты физическая усталость, помимо того, что ты на работе устами усталость получаешь. Да. Еще плюс физическая усталость, да. Ты к вечеру уже там в 10 в 11 такой уже, ну, все, уже байники можно. Даже в игры уже не хочется играть порой, да. Не, хочется, конечно, но, к сожалению, уже байники, да. Нет, знаешь, мне... Да, ладно, хорошо, мне хочется, но я понимаю, что я уже не уважаю, и надо спать, да, действительно. То есть, я бы поиграл еще часик-два, но спать хочется сильнее. Да, я пробовал играть, но я прям понял, что засыпаю в играх и не успеваю ничего там делать, особенно онлайн, поэтому я быстро бросал это. Так, ну, слушай, если завершать все то, что мы сейчас проговорили, все эти моменты, плюсы, какой вот лично ты можешь дать совет слушателям, что нужно сделать для ребят, которые хотят как-то улучшить свое физическое здоровье, либо просто начать все-таки это делать, чем... Какие шаги стоит им припринять? Сменить профессию на какую-нибудь, где надо столько сидеть. Не, ну, если серьезно, то начать с супермалого, начать просто ходить. Я вот помню, когда после травм я начинал бегать, страшно было, я начинал просто очень много ходить, там, по несколько тысяч шагов сначала, а потом, там, по 10, по 20 тысяч шагов, и это уже, то есть, там, я помню, даже вес немного терялся, потому что я был совсем там не в форме. Сначала с ходьбы начать, а потом пробовать, ну, бегать, на самом деле, реально, я так, судя по моим наблюдениям, мало кому нравится, то есть, какие-то такие отдельные упоротые люди любят бегать, видимо. Вот, ну, стоит попробовать побегать, либо же ходьбу совмещать, там, со спортзалом. Уже, уже, я думаю, будет результат, там, через месяц-полтора, если не раньше, на самом деле, какая форма, конечно, у человека. И добавить какой-нибудь минимум добавок в свое питание. В свой рацион. Да, в рацион, и попробовать. Вот самый простой, я, конечно, не врач, это не совет, посмотреть лучше, чем врач скажет. Но элькарнитин очень сильно помогал мне как спортсмену, и даже не как спортсмену потом, в целом, и форму быстрее приходить, и вес терять. Ну, и в целом, как-то энергии больше дает. То есть, ты, скорее всего, у меня еще такие всплески энергии после, там, 10-15 километров, потому что как раз элькарнитин начинает работать где-то через 40 минут после того, как его выпьешь, там, может быть, через час. И он как раз, наверное, там, около пика, и как бы я себя чувствую, как будто бы даже особо и не бегал. Мышцы устают, конечно, но дыхательная система думает, можно бы еще столько же пробежать, но мышцы уже не увозят. В общем, вот минимум попробовать такой. Понятно. А, еще один момент. Наверное, еще все-таки стоит трекать свой сон, как я уже говорил, да, купить какой-нибудь себе трекер сна. Можно, конечно, пороться и купить себе умный матрас с подогревом и с охлаждением, чтобы он тебя пробуждал. Но хотя бы начать нужно с Mi Band'а. И начать спать в темном помещении холодном. Ну, не в подвале, но хотя бы дома, да. В прохладном помещении с тяжелым... Роком. Да, с тяжелым роком. С тяжелым одеялом, который тебя сильнее придавливает. Постоянно проветривать, чтобы свежий воздух был прохладненький. Вот у меня вот все это есть, но... Ну, я сплю в кресле. Не будем, конечно, отпугивать их, но порой, когда ты много работаешь, даже это не помогает. У меня там стоит и увлажнитель воздуха, и температура всегда одна, и тяжелое одеяло, и подушки ортопедические. Ну, ладно, на самом деле я сплю намного лучше. Сплю я офигительно, но у меня проблемы с засыпанием и просыпанием. А сплю я как убитый. У меня там, типа, счет, ну, типа, счет сна всегда очень высокий. Даже когда я рожусь очень поздно, или там простою очень поздно. Просто просыпаюсь потом в час дня, но сплю хорошо. Сегодня я проснулся в 2.30, потому что я закончил работать в 5.30 или в 6.30, я не помню. В 8 часов вышло. Ну, нет, естественно, я же должен был свою статистику поддерживать. Я минимум должен был 8 часов поспать, а лучше 9. Вот, еще один из элементов, который можно внедрить, это вот геймификация, чтобы трекать прогресс. Да, да. Кстати, сон, это, наверное, вот второй-второй приоритет. Даже до того, как ты пойдешь ходить там или бегать, мне кажется, нужно сначала на сне сосредоточиться, чтобы ты там спал 7-8 часов, лучше 9. Нет, 7-9, точнее, и лучше 9. Я прям сплю прям около 9 и чувствую себя хорошо, даже когда не занимаюсь. Поэтому, мне кажется, это первое, что стоит. Как говорит Брайан Джонсон, про которого мы говорили, сон — это первая приоритет, типа, твой первый приоритет. Поэтому нужно прям всех слать и идти спать, и всех слать и утром там просыпаться во сколько тебе дома надо. И продолжать день. Денис, ну, спасибо тебе большое за такой интересный разговор. Было очень приятно все это обсудить. Это был подкаст Refactoring. Берегите свой софт, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Всем пока. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!